Привет, народ! Мы с вами продолжаем играть в Dreamfall Chapters. Это пятый чептер, это пятая книга. Продолжаем играть. Мы с вами находимся в подвале. Мы пытаемся сейчас попасть, ребят, в башню, в ту самую огромную, которую строит Азадя, чтобы, собственно говоря, не дать Азаде сделать с мотором, с машиной то, что они хотят сделать. Мы даже и сами точно не знаем, что они хотят. Но мы пытаемся им помешать. Что же, давайте вернемся к делу. Начнем. Напоминаю, что, кстати, плейлистик со всеми сериями, которые были по остальным книгам. И по этой книге находится внизу в описании. Может там все посмотреть. Так что там ссылка на мой сайт, где указано, какие игры я буду еще проходить. Там, в принципе, все новинки с датами выхода есть. Ну и к тому же там Instagram, VK, все, можете подписываться, ставиться с друзьями и так далее. Давайте продолжим. Мы и опасения подтвердились. Это стена. Просто стена. Серьезно. Что же ты сделал? Я яйцо использовал. Что ты смотришь? Нет. Ну, видишь? Видишь? Я тебе сказал, магическое яйцо помогло. Я думаю, что тебе нужен был магический примет, потому что ты не магическое существо. Я, магическая птица. У меня свое магическое яйцо. Мне не нужны атрибуты. Видишь, магические символы? Круто. Да. Ну, удачи. Удачи с этим. Даже помощник хочет, блин, что же с ними делать. Попробуем. Попробуем вот так. Чтобы порядка, это всегда не работает. Руна, руна. Руна. Роман. Реминдь, как эта песня опять идет. Тьфу... Я, блин, хз. Что, зачем? Эти штуки. А, по-моему, зум, красный. Да, вот так вот. А, вот так вот. нет нету я понимаю что вы мелодию должны повторить но какая из них там средняя высокая средняя высокая низкая по моему может быть от так работать правда где высокая тогда хорошо работал здоровья и я хорошо помогать вперед птица ворон как же тяжело запомнить ворон а Блин, что-то готовится, я вот чувствую, мы можем не успеть. Тут дальше было много всяких существ граббера, но они пропали. Не знаю, куда бы они могли пропасть. Не то, что бы они прошли наверху, особенно те, что были в магической существах. То, что мы ищем, это прям вот там. Получая штука, на которой можно грести? Лодка? Да! Поиграем в шараде, что это? Греби, греби, греби лодку свою, нежненько греби. В глубокой, темной, вонючей, подземной и все такое в странной пещере. Ладно тебе, птица, потише. Ворон, я просто пытаюсь понять и настроение, здоровяк. Тебе надо больше смеяться. Я смеюсь, когда это разумно. Покажи! Что? Нет! Я не буду тут исполнять для тебя представление, как обезьяна. Ну ладно тебе, давай! Это легко. Вот так. Видишь? Открывай рот, улыбайся и проталкивай воздух. То есть, у меня клюв. И я не знаю, как работать с людьми, но если я бы угадал... Это... Грустно. Честно, это было даже стремно. Пожалуйста, не делай это стремно. Даю слово. Хорошо. Ну так. Вы, например, когда мы встречались, ну, знаешь, чувак... Нет, птица. Ты должен хотя бы научиться манерам. И я гей. Я не... Сглашаюсь с женщинами. Все, признай. Интересно. Я поставлю на паузу, потому что многие гадали ге... По-моему, не гадали, но... Все понимали, как бы, что он гей и все такое. Но здесь он прям открыто сказал, я гей. Толерантная игра, ребят. Нет, ну, мне говорили, что кен гей. Я говорю, такой, нет, нет. Но нет, все-таки он гей. Он оказался гей. Но почему-то он целуется с Анной. Я заставляю его быть натуралом, ребят. Ох, какой плохой человек. Я чувствую, меня, наверное, какой-нибудь гей ненавидит. Говорит, ты сопрощаешь нашего брата. Я предпочитаю женщин. Не то, чтобы нас тут много. Не важно, как называется мой вид. Хочу начинать свою семью так, что... Кому какая разница. Ну, в любом случае, я бы хотел начать семью. Я не уверен, но... У меня вроде как уже появятся седые перья. И я чувствую тяжесть своих перьев. Я вечно жить не буду. Я чувствую тяжесть в своих крыльях. Они стали как солома. Было бы хорошо, чтобы молодая жена заботилась обо мне в годы моей старости. И носил бы мне еду. Я бы хотел передать некоторую мудрость, которую я обрел во время своих путешествий по миру. И шутки. Я уверен, ты встретишь правильную птицу. Однажды. Скоро. Ах, надеюсь. Очень надеюсь. Я надеюсь, что это будет. Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы пришли. Вот оно. Это поверить невозможно. Это выглядит потрясающе. Моя кожа. У меня мурашки похожи. Тут очень странная энергия. Это что? Это сны? Тот колодец? Если послушать внимательно, услышь. Тысяча голосов. Это потрясающе. Это место было построено грабберами, которые жили здесь. Чтобы хранить сны. И теперь грабберы исчезли. И теперь я не могу понять, что здесь вообще происходит. Тауэр над нами. Они построили тауэр над этим местом. Это не может быть совпадением. Говорят о совпадениях. Я помню храм, который здесь был. Когда они его снесли. Он прижал сентинелем. Зачем к баланса? Хорошее место. Выставящие стены. Очень жаль, что разрушили. И как я и сказал. Скорее всего, совпадение. Вот мой путь наверх. Я подлечу наверх и буду тебя ждать. А ты лезь. И сейчас надпись на экране. Десять лет спустя. Ну что же Суэм? Мне очень интересно узнать. Ну что же Суэм? Ну что же дальше? Ну что же пути? Чёрт, чёрт, чёрт. Жаль. Тыкул человека потеряю. Все хорошие люди. Не знаю. И чё-то кажется, что... Теперь я как-то потерял эту пробегу. Чувствую, не торгует пад. Ничья. Чё-то прям чувствую. Дерьмо. Они хотят ломиться сюда. А, это не хорошо. А, сделала дождь, чем я думал. Я тут даже поспал. Свет. Это невероятно. Наверное, это строили годами. Неплохо построено. И так светится? Вас сзади любите металл, да? Ну так что теперь? Мне нужно добраться до мотора. Там должна быть разговорная трубка, по которой я смогу поговорить с Саной, Эммой и Фердаузом. Я думаю, она находится в центре всего этого. И там кто-то есть. Просто один человек. Видишь, он вооружён? Нет? Не думаю. Он выглядит старым и хрупким. Ты его, наверное, мизинцем бы убил. На самом деле, он выглядит знаком, а? Но я, наверное, ошибаюсь. Мои глаза уже не такие. Может быть, осторожным. Он может вызвать любого. А с вами здесь, птица. Ворон. Ворон. Меня зовут Ворон. Добраться до разговорной трубки пашни. Какое-то управление для мотора. Просто рычаги, ребят. Я не инженера. Вообще делать нечего. Знаете, очень похоже на иллюзию. Не знаю. Как бы правильно сравнить. Индустриальная революция против классики, против привычного образа жизни. Мне кажется, или руку сделали что-то другое. Посмотрите, а теперь я не могу сказать не смогу. но раньше она была какая-то целая белая. Теперь там большой палец как бы темнеет все остальные трубы. Это, видимо, что-то типа ребрендинг. Это все части мотора соединенные трубами. Интересно, как они все это построили? То есть, это же магическое место, но должно было быть защищено или я чего-то не понимаю. Просто я не знаю, я не уверен. Ладно. Все, наконец-то, революция. Революция, революция, сейчас узнаем, что будет. Никакой магии, никакого колдовства. Никаких странных движений пальцами. Не, я не могу. На самом деле, нет. Честно, честно. Я инженер. Просто инженер. По какой-то причине. Мне ген напоминает его странные формы головы. Что-то знакомое в нем есть, но самое важное, что он знает про мотор. Я тебя раньше видел. У тебя голова странная, знакомая. Ты коем-нибудь не гений был? Не, я... Правду говори. Во имя 100 лет не был на гиене. И это правда божественная. Это голова. Могу поклясть-то. Какое у тебя здесь дело, старик? Что у меня? О, мой дорогой товарищ. Я спроектировал, построил это мото. Это все я. Это достижение безравных в этом мире. Что он делает? Что оно... Оно делает подсчет. Это огромная калькуляционная машина. Вот и все. Он что-то не особо доброжелателен. Хлинклином вышибают. Демократичнее. Я не думаю, что если на него давить, он что-то скажет. Потрясающая работа. Что, потрясающее? Да, искусство. Я придумал его после этого, как просидел в тюрьме. Бог знает, для чего он будет использоваться. Я просто построил мотор и больше ничего не знаю. Теанта погодится с пророком и с его эмиссарами. Они за всем этим стоят, а я просто слуга. Как я и сказал, просто обычный инженер. Тяжело в это поверить. Верь, что... О, восславь жестоких богов. Наконец-то. Как я и сказал, просто инженер. В это поверить трудно. Верю в то, что... О, ну наконец-то. Пожалуйста, спасите меня от этого варвара. А, пожалеешь, что угрожал мне. Я не понял, что это будет просто... Что-то типа пространство. Магия. Хорошо разобрался со старичком. Эй, Клакс! Что это значит? Это значит, эй, Клакс! Типа Рупер Клакс. Он маг, писатель. Посмотрим, Скай, видел его. Его арестовали Азади и за магию с куклами. Не спрашивай. Потому что он работает с Азади, не против им. Но это не важно. Надо связаться с Фердаусом. Я не понял, что мы видим. А я вот тут сидеть, следить за всем. Ребят, как вы думаете, а что мы сейчас видели? То есть, как это? Вот то, что вы видите, что это было, я не могу это объяснить и понять. Просто нет, просто нет. Убери здесь, Даран. В чем твоя проблема? Что-то опять попало в шестерни... Здравствуйте. Здравствуйте, мир, Дар! Боже мой, опять заблокировали разговор на трубку? Эй, кто ведь меня слышит? Привет! Привет! Алло! Что-то не то. Нет. Ну и ладно. В следующий раз правильно подключишься? А, спасибо. Очень помог мне птица. Не, за что. Привет! Привет! Анна! Эну! Фердаус! И кто-нибудь есть? Как это... Мы на связи, Киан. Ох, слава богу. Ну, что теперь? Халло! Тебе не нужно говорить так громко, Киан. Мы прекрасно слышим тебя. Я подключу Фердауса. Один момент. Апостоль? То есть, мир, Киан... Хорошо. Ладно. Ну, помнишь нашу первую беседу? Ты теперь внутри ядра. В сердце мотора. И то, где ты находишься, это батарейка. Она содержит все сны, которые собрал Тауэр. Их миллионы. Ты видел большой голубой столб? Это представление энергии сна. Ты стоишь у главного пульта управления мотором. Мне не нужны детали, Фердаус. Просто скажи мне, что делать. Конечно. Извини. Мотором можно управлять с того места, где ты стоишь. Но мне уже будет давать тебе команда. Прямо сейчас мотор в автоматическом режиме. Потому что он работает в автоматическом режиме во время финальных подсчетов. Там должна быть панель слева от разговорной трубки. Найди кнопку с символом руки на ней. Это... Грустное управление. Символом руки нам нужно что-то. Может это? Вот да, похоже. Это похоже на синхронизацию. Это похоже на настройку на айфоне. Кстати, вот я подумал. То есть они сзади хотят использовать энергию сновидений. То же, что делает машина снов по Мире Зои. То есть, вот я чувствую связь. То есть может быть пророк он из... Или из будущего, или из Мира Зои. Вот мне что-то неинтересно, как тут все связано. Хочется узнать. Это все догадки. Ну-ка. Вроде сработало. Не, вроде бы не включено. И мы в ручном маржине. Хорошо. Продолжение следует. Продолжение следует. Переключатель на той панели. В то же время, как ты включишь сигнал репитера на главной консоли. Что? С чем переключить? Одновременно. Но эта панель на другой стороне комнаты. Обычно для этого нужно два человека. Даус. Я здесь один. Ты это знаешь. Да, да. Правда. Все-таки это единственный способ, чтобы все заработал. Так что... Хорошо, что-то придумаю. Подожди. Ворон, у нас проблема. Конечно. И учитывая, что ты зовешь меня, Ворона, в эту беседу, что я должен сделать? Фердаус нужен доступ к мотору, чтобы перепрограммировать. Фердаус? То есть перепрограммировать? Звучит странно. Просто слушай. Фердаус? Сможет ли Ворон переключить репчат? Ворон? Что за Ворон? О, это та прелестная птица, друг Зои. Эй, Кен, ты с Вороном? Как это получилось? Ворон у нас довольно большая и умная, умная существо. Он сможет переключить рычаг. Довольно умный? Не знаю, почему бы и нет, это просто выключатель. Вроде разумный. Хорошо. Ну так Ворон. Та панель на другой стороне комнаты. Это переключатель. Фердаус. На что похож переключатель? Достаточно умный? Правда? Он большой и пока что он зеленый. Его легко найти. Даже... Птицы. Даже для... А, подожди. Пока я до тебя доберусь своим клювом, товарищ. Ладно. Указывай мне, куда лететь, и я поверну тебе выключатель. Даже птица со средним умом должна справиться. Хорошо. Тебе нужно будет пойти... Смотрите, я зря ходил. Все будет. Нужно отправить ворону вот туда. Вот на ту панель, до которой нам дойти просто нереально. И при этом нажать кое-что у нас там. Ну да, видишь, что панель исчезенный переключатель. Жди моего сигнала. И переключи его. Понял. Постой. Что за сигнал? Эээ, сигнал. Взмах? Может, ты помашь по другой причине? Это может быть все запутанно. Ну, ладно. Помашь рукой. Буду искать глазами машущие руки. Постой. Ты что, меня ворон назвал? Не птицей? Вороном? Не помню. Ты назвал меня так. Ты меня любишь. Я сделаю все, что ты хочешь, Киан. Все, что захочешь. Не могу поедать, ты меня назвал вороном. Просто делай, это птица. Ворон. Вот и снова. Киан, все сделаю. Партнер, лучший друг. Ворон летит на следующую панель. Что мне делать? Ну, посмотрим. Должны три панели, там, где ты стоишь. И там впереди, справа, другие три панели. Видишь, первый рычаг на первый панель. Большой рычаг на первой панели. Тебе нужно его потянуть. Он только один. Ты не пропустишь его. Наверное. Возьми рычаг. И зажми его, пока птица нажимает на рычаг на другой панели. И не отпускай, пока ничего не произойдет. Понял. Так, посмотрим. Ну, так, смотри. И справа, три панели. Видишь? Нет, все, все, я пришел. Пришел снова, послушаю, что-то я запустил. По-моему, вот этот. Будь мне. Киан. Киан. Что ты? Утана. Мать. Свет. Почему ты здесь, Киан? Как ты? Я рада видеть тебя. Где... Где Хами? Он здесь? Он терется с людьми в ОМОНа. Вместе с сопротивлением. Мам. Мы видели лагеря. Мы знаем, что было на Гиене. Я знаю, я знаю. Нам нужно поговорить. Срочно. Но не здесь. Нам нужно уходить сейчас, до того, как... Хорошо. Постой. Что ты тут делаешь? Я... Я слежу за Айнганой. Пытаюсь понять, что она может делать. Я должен рассказать тебе кое-что важное, но у вас мало. Хорошо. Напомни мне о том знаке, который ты должен мне показать. Это... Рука над головой или... Две. О, привет. Поставь. Вы знаете друг друга? Ворон. Что? Тут все друг друга знают. Сколько пипл в мире? Пять? Я должен, наверное, к этому привыкнуть. Я давно... С путешествием с вами, ребята, и ни с чего они должны меня взять. Ну, как, мам, там... Офис научных исследований. Кто тебя доставит? Я твоя птица. Офис научных... Ты работаешь на офисе научных исследований? О, Кен. Работает? Мать утана. Управляет офисом научных исследований? Я знаю это потому, что я был птицей, которая доставляет сообщений для матери в садири в Меркурии. Она номер один. Топовая псина. Никого сверху на ней нет. Она и есть этот офис. Я собиралась рассказать тебе, Кен. Просто... Не так. Не сейчас. Но догадываюсь, что это не помогло бы. Ты знала про лагеря. И про антических существ. О том, что... Что сестра Александра делала. Как давно? Как давно ты знаешь? Постой. Ты что, стоишь за всем этим? Я не знаю, что сказать, кроме как... Мне правда, правда, жаль. Я не видел. Я не видел. Вот какое будущее. Я не видел тебе, понимаешь? Шшшшшш... Просто... Просто полежи. Мне жаль. Держись. Не умираю меня на глазах. Ты не оставил мне выбора Что? Что ты сделала? Ты что, заколола его? Почему, а? Это? Что произошло? Кто это? Некоторые неудобства Я позаботилась об этом Для твоего же блага, надеюсь, что ты права В чем дело с тобой? Этот Главарь, я... он... Ударил меня А теперь ты встал на ноги Так что... Что тут делать птица? Ты? Ты не... Нее... Это что? Что такое? Я думаю, она живет Я не поверю, если он гулял все он живет он живет я вещи мы не можем позволить больше никаких помех сны не ждут мотор готов время пришло счет возьмем все серьезно что же получается киан мертв птицу тоже убили на на воскресенье хотя блин кем-то тоже может ожить это же он наконец-то свой собесок сигнал тревоги наверное из-за меня джива звучит знакомо погодите-ка компания хелина чанг моей матери мама что инкубация не открываются все ворота 1 9 вера 1 5 надежда 1 9 вера вера моя сводная сестра 1 где я под землей и что это за синие линии один-три хана 1 1 зои господи что что это значит это мой инкубатор постой или же или же и делают ее клона или же она никогда не жила всегда же была как бы жила в своих мыслях что здесь сообщение от она от хелена чанг моей матери что-то насчет это обо мне что-то вроде отчета физическом состоянии они наблюдали за мной в той комнате месяцами что то произошло здесь это планшет они сканируют молекулярную структуру людей мозгов точно точно все клонка вот что это за штуки компьютера трубы сложно сказать так пойдем быстрее я хотя бы знаю куда идти вперед секвенирование дерьмо я в ловушке с бюндж или кто-то спешит блин а мне что делать Серьезно, там пройти не можно, а мне что-то? Бедный парень. Мне не нравится делать это, но эта штука нужна мне больше, чем тебе, извини. Извините, я извиняюсь. Они все, они все мертвы, господи, это ужасно. Что он идет в эту комнату? Нужно так плавненько удалиться. Куда? 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 Сюда нельзя, тут ни кнопок, ничего. Так, куда же нам деваться? Там панель есть. Пожалуйста, охранник, пока не заходи к нему. Объединился с оружием. Ой. Зои? 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 Зои не оставляйся. Не двигайся или я выстрелю Мы её поймали, она у ядра Повторяю, цель у ядра Оставайся там Всем оставаться там, где Здравствуй, Зои Леди, я же сказал Мам, ты Лена? Пап, что происходит? Что это за место? Ты должен убираться отсюда, сейчас же Всем хватит разговаривать Слава богу, да их нет И вроде такая тяжёлая экипировка Я уже думал, там проспиратор какой-нибудь встроен Но нет, видимо Видимо, всё не так просто Новая эра Богиня, защити меня Я молюсь, я следую за тобой Мы не можем позволить простолюдинам диктовать будущее для нашей империи Пророк лишь инструмент, так же, как и Айангана Твой свет вечен, богиня Под моим наблюдением Он будет освещать каждый тёмный уголок этого мира И вне его Лицезрейте механическую революцию И конец магии Рассвет, просветление Свидетели Айангана и её могущественной силы Субтитры создавал DimaTorzok Киан! Киан! Киан, пожалуйста, ответь! Я не думаю, что он услышит тебя, Анна Если он ранен Нам нужен новый план Дерьмо Мы не можем выбраться отсюда, когда эти солдаты хотят прорваться внутрь А, да... Насчет этого... Это лишь моё чувство, или... Тихо... Солдаты должны были шли Что-то происходит Что-то плохое, раз они оставили свой пост Нам нужно уходить Сейчас же Если мы не можем связаться с Кианом, или если он мёртв, мы должны добраться до башни самостоятельно Ну как? Если Азади ушли, то... Через главные ворота Это звучит очень опасно Я уверена, что так и будет Вперёд! Погоди! Выйдите в башню, а я найду остальных Если Азади сбежали в страхе, у нас есть возможность нанести ответный удар Ладно Береги себя, Анну Ты тоже? Надеюсь, Киан в порядке Я уверена, Киан в порядке Киан всегда в порядке Да? Ну, как сказать Может быть, в этом случае у нас исключение Хотя, вот-вот, чёрт его знает Он же находится, скажем так, не просто в пабе С пивом Или вином Драконьем Вот судьба Зои мне намного интереснее Честно, вот реально Зои мне интересно Что-то как О, мы посадили Я так узнала, что мои дни закончатся вот так Зачем? Мам? Что? Где папа? Наверняка у тебя много вопросов Эй, почему я спирта здесь? Выпусти меня! Я не могу сделать этого, но я обещаю, что всё объясню тебе Просто постарайся расслабиться Пожалуйста, я... Это... Папа? Папа! Папа, что происходит? Выпусти меня! Он не может Не сейчас Что ты сделала? Я ослабила его Столько всего на кону Я не могу позволить кому-либо подвергнуться чрезмерной эмоциональности Что бы она ни сделала мне Она моя биологическая мать Это должно что-то значить для нее Это должно что-то значить для нее Это птица поет Я думал, мне звонят в дверь, а? Что-то я руку на чем Хотя, блин, не разговариваю Реально тихо и спокойно Уж не знаю, если мои соседи такое беспокоят То... Там реально странные звуки снаружи Я знаю, как приятный свет Ты, блядь, подумать Ну, биологическая мать Хотя, Елена и моя мать У нее не слишком много сочувствия ко мне Умолять может быть бессмысленно Но, возможно, она отреагирует на английский Не знаю, мне кажется Она же сказал, что не хочет эмоций Может быть Да и то, и то эмоция, по сути Так что... Ой, что-то сложно решить Давайте примем в следующей серии Давайте продолжим в следующей серии Спасибо за просмотр И... Можете ставить лайки Подписываться Когда-то так же делать репосты в ВК И, блин, ну, серьезно, это сложно То есть Злость, я не знаю Что-то мне кажется Вот на злость она Хорошо не отреагирует Мне кажется, что бы мы сейчас не выбрали Реакция будет одна и та же Но я выберу Мольбу Так что Пока, ребята До следующей серии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok